Привет всем! Меня зовут Наталья и я свободный художник. И сегодня мы поговорим, поговорим, как можно искусство применять в обычных вещах привычных. Надеюсь, пишет на этот раз. Я открыла профиль на сайте sosity6 и, собственно, заказала оттуда несколько тест-драйвовых вещей, которые мне очень понравились, как получились. И, собственно, вам покажу на примере моего тест-драйва, как, собственно, они себя ведут после. Значит, первое, что пришло ко мне, это был коврик. Коврик для ванной. Вот такой вот. Он пришел в скрученном варианте. Я уже его протестила в ванне. Он слегка отталкивает влагу и не промокает полностью. Вот. Сейчас вот ворсинки немножко влажненькие снаружи. Мне очень понравилось, насколько качественно все-таки напечатан коврик сам. Здесь проточат на каждая волосинка. Как они это сделали? Я не понимаю. Ну, это, не знаю, просто видеть картину уже на полу и топтаться по ней. Ну, скажем так, вызывает двоякие ощущения. Но, блин, это очень прикольно. Мне понравилось. Буду использовать у себя в ванне. Следующая посылка. Это были три вот таких вот портмоне с одной и той же картинкой. Разного размера. Собственно, вот самый крупный размер, вот самый мелкий. То есть, сюда, в принципе, входит размер. Вполне входит карандаш. Да? Как под пенал. В маленький уже не влазит. Ну, там максимум какая-то дорожная косметичка, поход, поездку. Ну, здесь что-то основательное. Тут уже краски можно акурельные положить. Ходить на пленэр. С маркерами. Еще что-нибудь. А, да. Опишу, что внутри. Внутри, значит, там есть кармашек. Дополнительный какой-то отсек. Три. Вот у большой три кармашка. У средненькой два кармашка. И у маленькой один. С пудовой инструкцией внутри. Значит, внутри черная ткань. Железный замочек с кожаным элементом. Очень прочный. И, собственно, я очень поразилась, насколько ткань сама, она, скажем так, гладкая и очень прочная. Вот именно твердая такая ткань. В принципе, для пеналов что-то подобное делают, но она не прорезиненная. Мне очень нравится именно текстура самая поближе. Покажу, как это выглядит. С сеточкой такой вот, как под холст. Следующая покупка, наверное, моя самая любимая. Это легендсы. Боже, как они красиво стройнят. И этот вот хаотичный рисунок на ногах, он прям извивается на ноге. И фу. А сзади это, в принципе, было задумано так. Но там линия вот эта вот белая. Я покажу ее поближе. Он как бы попу приподнимает даже визуально. Вот. Значит, внутри они абсолютно белые. Тут лейбл, опять же. Вот посмотрите видео, как я в движении в них. Ну, я планирую еще таких штанишек сделать. У меня есть картина, с которой я сделала несколько снимков разных текстур, набрала. И, собственно, я планирую сделать таких несколько с разными текстурами и тоже их покажу для себя. Потому что, ну, я не знаю, это такой кайф. Безмирный кайф. Следующая покупка была эта подушечка. Вот. На самом деле, я удивлена, насколько... Я думала, что это будет какая-то очень мягкая ткань снаружи. Но, на самом деле, она чуть-чуть мягче, чем вот... Да, чуть-чуть не мягче, я бы сказала, а сама текстура ткани, она мельче. Во. Но не мягче, она плотная такая. У них были варианты подушек внутри дома и снаружи дома. Я подумала, что внутри мне пригодится больше. И вообще, в принципе, очень мало кто захочет такую подушечку бросить где-нибудь в саду, в огороде и забыть ее на всю... на весь сезон. Сапруджи. Блин. В общем, я купила эта подушка, она для внутреннего применения. И... она мне безумно радует. Не знаю, но она выглядит гораздо симпатичнее, чем моя картина, с которой я это снимала. Картину потом покажу, потом покажу. И, собственно, с этой же текстурой я заказала рюкзак. Он с железными застежками. Если кто-то будет открывать, вы обязательно почувствуете и услышите, потому что тут звук серьезный. Внутри, значит, опять же, все застежки железные. Все. Внутри, задняя стенка и нижняя, она снабжена таким амортизатором. Такой же, в принципе, амортизатор или мякушка, так сказать, в ремешках на плечи. Собственно, два отсека. Главный и основной. Очень простой, на самом деле, рюкзак. Без всяких там хитростей. Чисто дизайн. Ну, если бы я ходила в школу, такой рюкзак я бы любила. Вот. Вот так. Собственно, у него один размер. И мне очень нравится, что лямки... Что лямки черные. Собственно, я в основном в черном хожу. И лямки не будут особо выделяться, когда они лежат на мою руку. Только рюкзачок. На самом деле, есть еще продукт, который меня очень сильно разочаровал. Это, наверное, железная кружка. В самом начале она показывала очень хорошие свойства. А потом, вот эта закрывашка, она как-то сломалась. Либо я ее закрываю не так. Но что-то с ней случилось, что теперь она не закрывается. Вот. Ну, напечатана, скажем так, более-менее. С сохранением цвета, текстура передана. Мне разочаровывает, опять же, вот этот переходной элемент. Очень хотелось бы... Это должна была я спланировать, как, собственно, они переходят друг к дружку. Ну, бах. В следующий раз спланирую. Собственно, железные кружки я бы не рекомендовала там покупать. Именно из-за этого косяка, что они через некоторое время просто перестают функционировать и закрываться. Может быть, я сильно ее перенапрягла. А, может быть, хрен знает. Может, надо вот эту штучку открывать, чтобы воздух упускался. Да не знаю, не закрывается больше. Ну, все. Собственно, что хотела показать. Собственно, оригинал картины, с которой была снята подушка и рюкзак. Небо и земля, да? Вот. И еще оригинал картины. Сейчас вы посмотрите, сейчас вы увидите, насколько цвета оригинала отличаются от напечатанного. Конечно, я предполагаю, что там была какая-то вытяжка цвета, еще что-то. Вот, допустим, гора, да? Здесь она у меня такая нежно-фиолетовая все-таки. Здесь она такая насыщенно-синяя. Низ. Низ. Низ меня радует. Очень детально. Красиво получилось. Красиво очень получилось, очень детально. Но видно, что все такие нежные оттенки превратились в такие яркие, насыщенные. Кто не может не радовать. Вот. Мне очень понравилось. Вот это просто... Ну, любимые это лосинки. Я надеюсь, вам понравился мой обзор. И до следующего раза. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...